всем привет меня зовут Ольга и вы на канале о вязании и сегодня мы с вами начинаем новый мастер-класс мы будем с вами вязать вот такого вот классного медвежонка такого милого смешного медведика все расскажу покажу немножко скажу о материалах и о том как можно из чего можно вязать еще значит по той же схеме по которой мы будем с вами вязать можно связать вот такую вот панду здесь я использовала краску масляную краску но она сохла у меня очень долго если вам не терпится сделать такую панду то на пряжу ализософти из которой я вязала вот это вот медвежонка можно будет просто привалять вот эти вот черные круги ротик вышивать не обязательно как видите цветовое сочетание сделать легко нужно только белая и черная пряжа ализософти черные ушки я делаю белый хвостик вот такая вот пандочка здесь вверх получается туловище буквально 3-4 рядочка я вязала черным цветом ну а мастер-классе непосредственно мы будем вязать вот такого вот медвежонка этот медвежонок связан из ализе ангора риэл 40 это пряжа метраж я подпишу на экране и залая крючком номер 125 вязать вместе с вами я не буду я скажу некоторые моменты на которые стоит обратить внимание схему вы увидите на экране все расскажу покажу как все делать основной акцент в мастер-классе мы сделаем с вами именно на оформление и сборку игрушки чтобы у вас все получил получилось детали связать не так сложно если вы умеете вязать столбики без накида если вы раньше вязали игрушки то с деталями вы справитесь а вот с оформлением я вам помогу ну что ж я подготовила уже детали давайте мы с вами начнем наверное не с головы с туловищем схему вязания туловища вы видите сейчас на своем экране будет за счет прибавок получаться вот такая вот форма вот здесь вот будет такой животик обратите внимание что сверху да она должна быть такая узкая потому что когда мы будем потом пришивать лапки наше туловище расширится если вы будете если бы здесь мы сделали чуть шире то получается были бы очень широкие плечи у мишки я этого не хотела поэтому мы вяжем сверху вниз также если вы делаете шплинтовое крепление о том сначала вам нужно связать голову поставить шплинт но голове мы чуть попозже поговорим и потом когда будете вязать туловище уже тогда закрепить шплинтовым креплением мы будем вам с вами крепить нитяным креплением покажу расскажу как это делать и что мы делаем дальше когда мы связали туловище я покажу как мы прячем ниточку берем иголочку у нас в конце остается 6 столбиков без накида надеваем ниточку в иголочку и за передние полу петельки я отверстия стягиваю вот кстати ниточку нужно отрезать подлиннее потому что мы этой ниточки будем потом вязать хвостик стягиваем отверстия для того чтобы здесь не было вот такая вот пупырка на туловище нужно утянуть эту пупырочку осторожно нитка ангора real 40 она достаточно хрупкая рвется поэтому мы пальчиком помогаем вдавливаем эту пупырку и подтягиваем ниточку вдавливаем ногтиком помогаем аккуратненько вот смотрите ее нет теперь немножко зафиксируем там делаем несколько стежочков внутри туловища и приблизительно сейчас выводим там где у нас будет хвостик пока что приблизительно все ниточку вытягиваем оставляем туловище готово следующая деталь это голова я использую когда вижу голову использую маркерную ниточку вот она у нас идет таким образом и когда вы будете делать убавки обратите внимание что у нас убавки два ряда идут по краю вот этой выпуклой части по краю обязательно смотрите делайте убавки если нужны петли смещения какие-то делайте их либо начинайте убавки раньше не связывая ряд до конца то есть убавки у нас должны быть по краю а петли которые без убавок по центру дальше когда у нас идут подряд убавки они именно под мордочкой формирует такой убирает подбородок вот здесь вот у нас расположены убавки которые идут 4 5 баллов подряд и как мы делаем убавки значит я сейчас покажу как мы делаем убавки но еще перед этим так как мне здесь я уже буду завершать я покажу как нужно набить когда мы набиваем мы сначала набиваем просто чтобы придать расправить нашу форму головы а дальше нам нужно набить очень хорошо вот эту вот мордочку для этого обязательно используйте какие-то подручные инструменты просто палочкой набить очень сложно у меня это никогда не получалось используйте либо какой-то пинцет либо вот у меня такой инструмент мне им очень удобно работать он хорошо захватывает наполнитель я могу наполнитель переместить в любую сторону и потом я беру наполнитель и по краю головы вот так вот его укладываю для того чтобы тот наполнитель который я вначале положила чтобы расправить форму игрушки он будет у меня по центру а сейчас укладываю по краю так наполнитель ложится более равномерно но мы потом его еще дополнительно расправим сейчас набиваем хорошо голову голову нужно набить хорошо для того чтобы она потом держала форму мы будем делать еще утяжки она станет еще плотнее но набить надо плотно я чувствую что она еще слабовато набита добавлю еще наполнителем конечно набивать очень очень туго до каменного состояния не стоит особенно если вы вяжете достаточно рыхло когда вы набиваете наполнитель начинает расширять столбики без накида и образуются дырочки нам этих дырок не нужно видеть на игрушке поэтому набиваем достаточно плотно но в меру чтобы не травмировать полотно вообще игрушки надо вязать плотно поэтому когда вы вяжете учитесь сразу вязать плотно нот достаточно я думаю что хватит наполовину сжать я не могу уменьшить голову но сформировать утяжки я смогу еще знаете что пока я делала наполняла по бокам немного наполнитель ушел с мордочки поэтому я хочу еще набить мордочку потому что она когда потом утянется наполнитель может перед наполнитель может передвинуться просто в центр головы и мордочка окажется пустой поэтому нужно мордочку так хорошенько набить все мордочку я набила у меня здесь провязано 18 столбиков без накида в ряду дальше мне нам нужно делать убавки сейчас я вам покажу как это все делать следующий ряд который я вижу идет столбик без накида и убавка для того чтобы вязать плотно нам нужно следить за вот этой петлей которая у нас когда она одна вот на крючке чтобы она не была свободна она должна очень плотно прилегать крючком я придерживаю эту петлю средним пальцем для того чтобы она у меня не расширялась и мы вводим провязываем столбик без накида плотненько петли подтягиваем а дальше делаем убавку на этой пряжи не очень хорошо видно конечно как я буду делать убавку но вы слушайте внимательно мы вводим крючок под переднюю полупетлю одного столбика сразу же под переднюю полупетлю второго столбика секунду выскочила вот захватываем рабочую нить хорошенько все подтягиваем чтоб дырочка не образовалась и провязываем обязательно когда вы особенно делаете убавки на мордочке обязательно делайте незаметные убавки для того чтобы они у вас потом не были видны эта убавка выглядит как обычный столбик без накида далее мы провязываем столбик без накида и снова делаем убавку под переднюю полупетлю одного столбика под переднюю полупетлю 2 столбика захватываем рабочую нить и провязываем и двигаемся так до конца ряда и потом делаем ряд с убавками как мы это делали на туловище и прячем ниточку внутри головы покажу сейчас все сейчас довязываю и возвращаюсь когда буду стягивать отверстие все я провязала до конца теперь мы снова за передние полупетли стягиваем отверстия можно это сделать через столбик без накида если вот меня здесь очень близко расположена можно сделать через теперь в центр вводим иголку выводим где-нибудь стране этой ниточкой утяжку сделать мы не сможем потому что она рвется а утяжку нам нужно сделать очень крепкую поэтому утяжку мы будем делать зубной нитью почему я использую зубной нить для утяжек потому что зубная нить она не скользкая и очень крепкая ее порвать невозможно особенно если двойную нить взять зубную то ее вообще нереально порвать вот такая голова получилось если вы использовали шплинт то здесь у вас должен торчать шплинт надеюсь что вы знаете как шплинты крепить мы будем здесь нитьяное крепление использовать следующую деталь которую мы скажем мы свяжем с вами ножки одну ножку я уже связала и сейчас хочу показать значит когда вы набили ножку ее нужно распределить наполнитель так чтобы она немножко вот так вот завернулась нога не должна быть вот такой ровной она должна быть немножко косолапой и когда мы потом к мишке будем пришивать нужно будет попробовать пришить не вот так вот ровно а чуть-чуть ее повернуть чтобы ножки были косолапые то есть они смотрели друг на дружку вот таким вот образом вот так вот если у вас не получился здесь достаточно хороший изгиб что можно сделать можно взять иголочку хорошую иголку с толстым ушком непонятно так тут у меня получается в конце провязанном секундочку ножки мы заканчиваем вязать 10 столбиков без накида если вы вяжете из другой пряжи и вы видите что это отверстие достаточно большое то вы можете сделать дополнительные убавки если вы вяжете из точно такой же пряжи то в принципе дополнительные убавки можно не делать мы просто стягиваем отверстие как это делали на туловище и на голове вот она у нас стянулась теперь мы вводим иголочку в центр вот это вот колечко которое стягивали и выводим там где у нас пяточка вот здесь вот пяточки выводим подтягиваем немножко чтобы у нас здесь ничего не торчало здесь должен быть полукруг и теперь с пяточки мы выводим иголочку вот там где у нас изгиб видите у меня сейчас нога стала вот так вот ровно а я хочу чтобы она вот такой вот форма была если вы хотите ровную такую ногу то пожалуйста можете оставить так просто ниточку спрятать мы же вывозим иголку вот сюда отступаем один столбик без накида в сторону и возвращаемся назад еще раз повторюсь что это нитка очень хрупкая поэтому мы пальцем вдавливаем вот эту вот часть подтягиваем нитку можно еще вот так вот стянуть держим чтобы ниточка не расслабилась там не растянулась и без каких-либо узелков прячем ниточку внутри детали вот таким вот образом обрезаем ниточку она нам не понадобится вылепливаем форму у нас вязание вообще пластичная и мы можем слепить форму там где у нас убавки мы наоборот вдавливаем пальчиком чтобы убавка была более выраженная там где у нас выпуклая делаем более выпуклую форму таким образом распределяем его наполнитель равномерно вот у нас получились две лапки и следующую деталь которую мы вяжем последнюю это ручки одну ручку я связала и тут у нас будет два варианта вязание ручек схема одна и та же но мы можем сделать ручку вот так вот прямую и вот здесь вот будет лапки заворачиваться как бы обнимать вот так вот животик будет мишка либо мы можем сделать вот такую вот форму только нужно это и будет сделать симметрично чтобы вторая ручка не было точно такой же что мы делаем в конце мы оставляем длинную ниточку берем иголочку так я возьму иголочку и снова стягиваем отверстия здесь у нас 9 столбиков без накида мы стягиваем отверстие все я стянула и теперь смотрю вот у меня повернулась колечко это с этой стороны она как бы уходит туда я не буду идти против природы ввожу иголочку центр колечка и вывожу получается вот наряд ниже где-то по центру теперь я делаю закрепку для этого я отступаю на один столбик в сторону и вывожу иголочку туда же откуда у нас ниточка выходит вот таким вот образом теперь когда я буду ниточку тянуть у меня колечко внутрь заворачиваться не будет за счет вот этой вот закрепки что мы делаем дальше дальше нам нужно сделать утяжку для ручек для пальчику тянуть мы проходим по через ряд намёточным швом вводим иголочку внутрь наружу внутрь наружу вот таким вот образом ввели выводим теперь можно сделать стежочек в сторону вот такой вот тоже намёточным швом немножко в сторону его подвинуть в том же ряду вот так вот в сторону выводим оставляем здесь пока что вот такую вот петельку и теперь возвращаемся назад точно так же намёточным швом через ряд туда же откуда мы начинали не забываем что ниточка у нас хрупкая поэтому мы пальчиками помогаем заворачиваем кисть подтягиваем придерживаем здесь вот эту ниточку и теперь нитка которая идет к иголке подтягиваем ее так у меня небольшие изменения с техникой значит что мы делаем мы пальчиком помогаем заворачиваем кисть подтягиваем придерживаем сейчас здесь ниточку сильно не тяните чтобы нитка не порвалась и выводим куда-нибудь эту ниточку чтобы ее нам зафиксировать вот таким вот образом теперь вы можете оставить лапку вот такой вот формы а можно сделать еще локтевой изгиб что для этого нужно сделать нужно найти одну точку сверху получается делаем точно такую же закрепку как мы делали в начале этой утяжки то есть вкалываем ниточку в сторону на один столбик делаем закрепку теперь когда мы потянем здесь нитка не будет тянуть за собой то что у нас вот здесь вот пряталась и мы я где-то на раз два три на три ряда вниз опускаюсь помогаю пальчиком сгибаю ручку вот так вот и вывожу сюда проверяю чтобы у меня руки были симметричны и они одинаковые то есть одна рука была правая а вторая левая смотрю что этой утяжки мне мало я возвращаюсь назад и хочу сделать еще больше подтянуть локоть так аккуратненько ниточка не должна порваться вот таким вот образом вот так вот прячем ниточку внутри ручки без узелков просто прошиваем ручку насквозь несколько раз и ниточку отрезаем все детали у нас готовы у нас есть голова ручки симметричные нужно ее вот так вот поправить вот симметричные ручки ножки и туловище с ниточкой для хвостика сейчас мы будем делать с вами утяжки начнем самую интересную часть мастер-класса это оформление мордочки оформление мордочки у меня всегда получается разное вот я думаю что у вас тоже будет получаться разная мордочка здесь у меня мордочка получилась маленькая значит что нам понадобится для работы нам понадобится зубная нить любой фирмы если честно я раньше делала утяжки вот этой вот нитью это белорусская какая-то нить это всемирно известная орал би это не реклама просто мне очень нравится зубная нить для утяжек что нам еще понадобится нам понадобятся булавочки для того чтобы наметить где у нас будут эти утяжки так что мы с вами сейчас делаем мы будем ставить булавочки значит находим ряд где мы провязывали первый ряд с прибавками вот в одном месте чтобы вот эту мордочку сделать видите она у нас сейчас такая опущенная нам ее нужно будет поднять и в зависимости от того как далеко вы уйдете можно на ряд выше даже подняться сделать ну то есть не вот где ряд с убавками ниже у меня идет ряд с прибавками извините а высший ряд там где я вязала по прямой я наверное сделаю все таки повыше им поставлю вот здесь вот булавочку то есть я никогда не не считаю сколько у меня петель это будет очень близко а вот так вот будет лучше вот таким образом я поставила булавочки теперь я беру еще булавочки и отступаю вниз на один ряд или можно на два ряда в общем булавочки нужно эти расположить так чтобы нам сделать утяжку для глаз или все таки вот так и сделать или вот так тут зависит от того как вы поставите булавочки у вас будет разная форма мордочки все равно игрушка будет интересной симпатичной вот смотрите я здесь опустилась на два ряда вниз и на один столбик назад тут тоже на два ряда вниз и на один столбик назад либо можно было поставить вот так вот булавку ближе и на два столбика в сторону и на один ряд вниз вот так вот по диагонали ну я хочу посмотреть как у меня получится мордочка если я сделаю вот таким вот образом ну что ж наметили мы точки берем длинную длинную нить зубную для утяжки я использую длинную иголку продеваю сразу в иголку два кончика нити для этого мы и брали ее двойную длинную для того чтобы сделать эту ниточку двойной вот так вот теперь находим где у нас шея а шея у нас расположена именно там где мы заканчивали вязание вводим здесь где у вас получится проколоть и теперь вот в эту петельку которая у нас образовалась мы протягиваем и фиксируем нить что мы делаем дальше дальше мы вводим иголку там где шея смотрите чтобы вы не развязали этот узелок который мы завязали такое бывает и неудачно могу уколоть выводим иголку там где у нас нижняя булавка я пока что булавки вынимать не буду потому что буду делать два раза утяжку по одним и тем же точкам далее ввожу где у нас это верхняя убавка булавка и далее наметочным швом через столбики без накида двигаюсь к вот этой вот булавочки сейчас я вам поближе поднесу если у меня получится пройти смотрите у меня здесь получилось что между булавками сейчас скажу сколько столбиков 1 2 3 4 5 6 7 8 а чтобы мне правильно пройти сюда нужно было бы 9 но я не буду менять расположение булавок я просто последнюю в конце выведу через два столбика вот таким вот образом я провожу иголку можно это делать частями не обязательно проходить как я показала сразу от одной иголки ко второй булавки и теперь ввожу иголку вот где у меня . здесь и в шею вывожу далее если вы набивали плотно просто вот так вот натягивая утягивая делать это очень тяжело поэтому мы наматываем нитку чтобы ее хорошо потянуть а левой рукой мы вдавливаем мордочку чтобы помочь утянуть ее вдавливаем держим и теперь нам нужно зафиксировать ниточку провожу иголку вот так вот в шее подтягиваю хорошенько наматываю на иголочку держу здесь крепко и можно каким-нибудь инструментом себе помочь все держу крепенько чтобы у меня не нитка не ушла назад вот такая вот утяжка получилось то есть видите за счет того что я вводила вот эту вот верхнюю горизонтальную линию на ряд выше то есть у меня вот здесь ряд с прибавками здесь ряд без прибавок которые мы вязали по прямой мордочка получилась длинная вот в этом мишке я делала утяжку между рядом с прибавками и там где мы вязали по прямой получилась мордочка такая маленькая этот мишка будет большой мордочкой что мы делаем дальше дальше нам нужно повторить то же самое что мы делали как мы делали утяжку опять вводим иголку там где у нас булавка нижняя я ее уберу я буду делать только две утяжки можно делать три утяжки теперь идут там где у нас вот это вот булавочка и помните у нас в конце осталось два столбика чтобы у меня симметрично это все тянулось я вывожу ниточку через два столбика и потом через один столбик буду двигаться к следующей булавки так сейчас это сделать очень сложно поэтому я буду потихоньку продвигаться вот сюда вот теперь так мне все равно тут что-то получилось так теперь мы вводим иголку там где зеленая булавка нижняя выводим в шею булавки все убираем и точно так же правой рукой мы будем затягивать а левой рукой помогать вот так вот мы убираем туда убавку за одну прячем ниточку кстати я вязала этого мишку из ярнарт нет бита ирис из пряжи ирис и там я утяжку делала той же ниточкой которая вязала в принципе ирис достаточно крепкий мишка получился по размеру 5 сантиметров этот мишка 10 сантиметров а и софте получился 12 сантиметров все вот такая вот у нас красивая мордочка получилась смотрите какая она симпатичная теперь мы ниточку немножко зафиксируем проводим внутри головы в разных направлениях берегите свои пальцы пользуйтесь инструментами чтобы выводить иголку в трудных местах у нас сейчас голова очень плотная то есть я ее могу сжать но она плотная за счет того что убавки у нас утянули голову возвращаясь назад шеи и сейчас я хочу поменять иголочку потому что я буду пришивать и глазки а глазки у меня не проходят в эту иголку сейчас я возьму другую иголку секундочку с более тонким ушком допустим у меня просто очень много иголок я всегда думаю какой мне взять не надо и чтоб она и длинная была эта иголка и чтобы в ушка прошли ниточки в принципе зубную нить легко продевать в иголки любые нет это короткая это слишком тонкая муки выбором 1 так теперь нам нужно решить глаза пришивать глаза можно любые можно бусины пришить на бусины у меня черненькие бусины 4 миллиметровые а потом идут по моему ли 7 или 8 миллиметровые вот эти такие на ножки бусины они 5 миллиметровые поэтому я хочу использовать их можно также взять если вы вяжете с другой пряжи вот такие вот глазки для игрушек и когда вот мы сейчас будем делать отверстия их можно это большие бусины большие глаза будут можно их просто вклеить значит что мы делаем нам нужно сейчас расширить немного глазницу для того чтобы вот это вот ножка села туда если вы пришиваете просто бусину то в принципе вам ничего не надо делать просто пришить глаза можно поставить булавочки где вы будете пришивать глаза ну а мне нужно расширить глазницу я смотрю где у меня будут расположены глаза у меня можно расширять чем угодно но не желательно это делать крючком потому что крючок зацепит наполнитель и очень острыми ножницами которые могут порезать полотно здесь у меня ножницы они острые но не порежут полотно то есть здесь нет режущей кромки я их хорошо сжимаю вставляю там где у меня будет глазница и там где глаз будет расширяю глазницу убираю наполнитель то есть делаю глаз побольше также этот глаз можно вот таким вот способом расширить то есть смотрите я получается столбики без накида убрала в разные стороны теперь беру иголочку ввожу иголку обязательно вот в эту дырочку которую я расширила беру бусину и возвращаюсь назад в шею в шее может быть какой-то такой белый налет если вы пользуетесь зубной нитью это ничего страшного это просто слазит мятная мятой когда обрабатывают нить там может быть мята немножко пахнуть вот смотрите как глазик хорошо у нас сел в глазницу так как мы делали очень хорошую утяжку в принципе можно глаз не фиксировать хотя можно и зафиксировать чтобы он никуда не уехал а второй глаз сделать симметрично это же зафиксировать чтобы у нас не было потом проблем что мы один глаз тянем а второй вытягивается делаем симметрично вторую глазницу если вы делали двумя инструментами глазницы то и вторую глазницу тоже делайте двумя инструментами чтобы не было потом несимметричности так пажу обязательно в глазницу что-то и тут потерялась инструментами если это нужно беру второй глазик и и ввожу шею укладываю аккуратно ножку глаза подтягиваю и вижу что я не попала глазницу которая рассверяла да у меня получилось что 1 1 нитка у меня вышла в одном месте а вколола я в другое место так не должно быть поправляю глазницу аккуратненько чтобы не порезать нить так я возьму другую гонку глаз я уже отдела свои любимые иглы для утяжек поправляем это немножко глаз утянуть смотрим чтобы симметрично было если глаз нужно утянуть если он выскакивает видите здесь он больше выскакивает чем этот чуть чуть больше буквально на полмиллиметрика он выскакивает но я не хочу чтобы он выскакивал поэтому я его сейчас зафиксируем так но так как у меня здесь длинная ниточка я ее пока что он отрезать не буду россию что-то отрезала длину я потом буду делать нитяное крепление головы и туловище с помощью этой нити все сейчас мы будем вышивать нос нос я буду вышивать с помощью мулине ниточки и теперь нам нужно правильно подобрать иголочку так это маленькая мулине сейчас я себе отрежу по длине и была ниточка разделяем мулине на две части то есть у меня будет три ниточки если вы вяжете маленькую игрушку то можно в две ниточки если вы вышивки боитесь первый раз вышивается это лучше вышивать в одну ниточку лучше дольше аккуратнее я этих носов на выживалась уже очень много но все равно они у меня не всегда с первого раза получается так теперь нам нужно выбрать иголку как мы выбираем углу видите у меня здесь много много всяких иголок нам не подойдет вот такая вот толстая игла длинная она нам не подойдет такая игла толстая с толстым ушком тем более отметаемые вот такие вот иголки тоненькие они конечно классные но у них ушка расширяется и получается что когда мы вводим иголку она входит хорошо а выходит плохо тоже не подходит моя самая любимая иголка для вышивки вот это она чуть тоньше чем предыдущая но посмотрите да у нее маленькая ушка но ушка по размеру вот здесь вот точно такая же как и здесь иголка то есть иголка равномерная на всем протяжении вот ее я обычно использую для вышивки так сейчас я вставлю ниточку в иголочку я вставила теперь я завязываю узелок и теперь где-нибудь между петель можно сделать даже вот так вот небольшое отверстие между петель куда-нибудь вывожу это же между между петель выхожу сейчас я попытаюсь зафиксировать таким образом иголочку ниточку так путается у нас должен спрятаться узелочек и теперь мы двигаемся иголочкой центр носиком смотрим где у нас центр вот приблизительно здесь вот и нам нужно вышить носик носик мы вышиваем вы можете посмотреть в интернете как можно вышить носики значит носик для мишки не должен быть треугольной формы такой носик подойдет для зайчиков и для котиков у мишки носик обычно какой-то вот такой вот формы я обычно вышиваю у меня идет по центру длинная ниточка и потом еще тут такая перегородочку сделать потом я краям потихоньку вот так вот ниточки делаю короче возвращаясь в обратную сторону и опять еду в другую вот таким вот образом и потом я вышиваю вот эту вот следующую ниточку то есть я сначала центральную делаю достаточно длинную и краю я двигаюсь потихоньку стежки уменьшаю по ширине это я показала вам и теперь что я делаю вот я нахожу центр нос не должен быть прямо тут на макушке вывожу вот здесь вот рядышком получается но чуть-чуть стараюсь повыше эту ниточку делаю первый стежок и потихоньку двигаюсь в одну сторону большим пальцем я помогаю поэтому я маникюр и не делаю потому что я вот по большому пальцу я ногтем фиксирую где он не должна выйти ниточка таким вот образом можно вышить квадратный нос можно вышить нос такой знаете неравномерный и еще в чем прикол вышивки тоже я заметила мы когда иголку вводим туа сейчас покажу здесь и сегодня не день для вышивки когда мы будем протягивать ниточку для того чтобы у нас нитки не были 1 длине 1 короче что мы для этого делаем мы берем и вот здесь вот где нитки выходит обязательно вот так вот подтягиваем и саму иголочку проталкиваем то есть чтобы не мешались у нас вот здесь вот нитки не мешайте их с пальцами не беритесь за самый кончик пальцами если вы берете за самый кончик то нитки нужно вот так вот подтянуть натянуть их и потом только проталкивать иголку и вот этим пальцем можно помогать чтобы ниточка не путалась вот так вот держать и аккуратненько подтягиваем смотрим чтобы у нас ниточка укладывалась ровненько к ниточке ниточка к ниточке конечно с практикой вы будете вышивать нас и все лучше и лучше но тем не менее сколько носов я этих вышел а наверное уже сотни точно есть а то и больше но все равно получается что иногда носы корявые теперь я не буду назад возвращаться по носику я уколола ниточку сразу сюда вернулась самое начало но с другой стороны и теперь буду двигаться в обратную сторону вот я когда ввожу очень аккуратно смотрите чтобы здесь если вы будете здесь сдвигать вот эти вот нитки то за счет того что мы вышиваем не в одну нить у нас будут нитки плясать 1 будет длиннее 1 короче и они в носике будут ложиться неровно следите не спешите конечно хочется игрушку сделать побыстрее особенно когда она такая маленькая кажется ну что ее сделать 5 секунд 1 2 и готова но на самом деле большие игрушки требуют очень много внимания так первый ряд я вышла он получился такой немного корявенький сейчас я буду это все равнять для этого я и у меня получилось что внизу очень широкое вот это основание получилось для этого я возвращаюсь в центр но возьму чуть ниже не иголка не прокалывает такое чувство что это не та иголка который я все время вышиваю вроде там затупилась она что ли может затупилась и теперь по второму кругу укладываю аккуратненько стежки я обычно вышиваю два ряда носа бывает три ряда если я вышиваю в одну ниточку или в 2 могу в три раза но больше трех я не вышивала стараюсь не вышивать так ну совсем тупая иголка вообще не проходит и вот то что я говорила что кажется что хочется игрушку маленькую связать очень быстро но полноценно одну игрушку я могу связать получается за день на все детали у меня обычно уходит около пяти часов и потом еще вечером пока этом с детьми и с мужем например мы беседуем либо что-то смотрим разговариваем я могу в это время собирать игрушку формировал оформлять ее полностью уходит еще два-три часа то есть за полный рабочий день можно сделать такого мишку поэтому не спешите маленькая игрушка не значит что вы ее свяжите за час это большое разочарование конечно для многих но в любом случае такую маленькую игрушку вы свяжете за день а большой на большую игрушку обычно уходит несколько дней не хочет он у меня вообще такой трапециевидной формы может быть наполнителя вылазит иногда бывает что вот но не вышивается не как в этот день нос но вот не хочет у меня сегодня не шьется если бы я не снимала сейчас мастер-класс и не боялась что например завтра у меня времени возможно на этот мастер-класс не будет я бы сейчас все бросила и не вышивала бы сейчас нос лучше оставила бы его на следующий день но я упертая и времени у меня другого боюсь что не будет очень нестабильное сейчас положение по планам поэтому вышиваем как получается так пока у меня здесь повылазил наполнители у меня есть вот такие вот классные ножницы этими ножницами если вы вдруг будете вязать и софте и софте вязать очень сложно не спешите софте вязать потому что из нее вязать сложно я обрезаю мордочку здесь вот видите волоски они более мелкие именно такими ножницами так беру и подстригаю как раньше овец стригли вот я подрезаю тут я все обрезала уже на мордочке чтобы она получила получалось не такая волосатая вот такие вот ножницы они очень острые я их использую только для того чтобы обрезать вот ниточки подрезать мордочку ничего другое я имя не режу так но носик я вышла более-менее он такой ровный сойдет и теперь делаю перегородку вниз можно сделать ротик но я привыкла у мишек своих делать просто вот такая вот перегородка два стежочка обычно я делаю поправляем пока мы вышиваем мы очень деформируем мордочку поэтому ее нужно поправить и сейчас я сразу хочу вышить бровки в зависимости от того как вы вышлите бровки у вас будет разное настроение игрушки с этим можно тоже поиграться чтобы вышить брови симметрично что вы можете сделать во первых ориентироваться относительно носика и поставить булавочки то есть вот у нас центр вы можете отмерить расстояние здесь и потом повернуть расстояние здесь поставить булавочки потом отмерить расстояние вот до этой точки и перенести это расстояние вот сюда у меня уже глаз более-менее на ноту и я никогда не стремлюсь к полной симметрии иногда у меня получается что-то выше что-то ниже немного правого немного влево то есть я допускаю пару миллиметров чтобы где-то что-то уходило потому что ничего в мире не бывает симметричным мы все асимметричные и в мордочке я тоже вышиваю не симметрично ну то есть я стараюсь симметрии да то есть я же не вышиваю одну бровь здесь а вторую бровь на затылке нет я стараюсь сделать симметрично но прям убиваться до миллиметра чтобы было нет я такими не занимаюсь потому что не вижу в этом смысла все теперь я прячу ниточку ну вот смотрите брови как брови вроде симметрично но плохо видно конечно на коричневой пряжи это все так все таки затупилась иголка надо мне искать новую такую классную дальше мы будем с вами делать уши и итак я отрезала очень длинную ниточку я думаю что у меня здесь где-то метра два вдеваем ниточку в иголочку вот таким образом и теперь можно булавками на месяц где у нас будут ушки центр ушек челка моя получилось нет я хочу ушки делать чуть чуть дальше на затылок так чтоб вам сориентироваться один два три четыре между четвертым пятым рядом тут 1234 вот вроде симметрично еще можно как проверить симметрию можно повернуть игрушку вот так вот вверх тормашками посмотреть на нее посмотреть на нее в зеркало либо через камеру сфотографировать вот через камеру я сейчас вижу что у меня несимметрично так вот будет симметрично вот посмотреть через камеру сейчас я смотрю через камеру и вижу что теперь меня все отлично беру ниточку с иголочкой и теперь ввожу иголку там где у нас одна булавочка и вывожу там где 2 убираю галочки булавочки и протягиваю ниточку теперь мне нужно эту ниточку наполовину разделить чтобы половина нитки выходила с одной стороны половину с другой стороны нитку я беру длинную потом мы с вами еще вышьем бровки что мы делаем дальше конечно же ушки можно или связать и пришить для того чтобы связать ушки я вам схему напишу вам нужно будет в кольцо амигуруми провязать две воздушные петли подъема 7 столбиков с накидом потом вязание развернуть сделать одну воздушную петельку и провязать один столбик без накида прибавка столбик без накида прибавка столбик без накида прибавкой столбик без накида и все на этом завершить вязание и связать точно второе ушко но если вы будете делать как я то есть я не хочу пришивать эти уши я хочу их вывязать смотрите что мы делаем вот у нас ухо это у нас будет центр пушка то есть не бог от центр мы от уха отступаем от центра два ряда вниз можно отметить эти ряды тоже симметрично булавками и я немножко опускаясь вниз и получается чуть-чуть вперед чтобы низ ушка был завернут сюда ближе ввожу сюда крючок подхватываю нить рабочую и вытягиваю и желательно без наполнителя ее вытянуть далее что мы делаем помните где у нас вот этого . было центр вот здесь вот у вас будет то лучше видно вот эта ниточка у нас легла здесь вот у нас центр что мы делаем дальше мы делаем накид и крючок вводим вот там где у нас это нитка находим перегородку находим этот столбик без накида где-нибудь чтобы нам за него зацепиться сейчас мы что-нибудь найдем нет это очень далеко будет вот здесь вот подхватываем нить плотненько все двигаем чтобы здесь все петельки хорошо облегали крючок чтобы они плотненько были и провязываем столбик без накида вот так далее мы снова делаем накид в ту же точку где мы вкалывали чтобы не провязать столбик без накида снова туда же идем и снова провязываем столбик без накида при этом нам вот эти вот столбики нужно укладывать чтобы они не находили друг на дружку 3 и еще 4 столбика без накида 6 7 вытягиваем а ниточку здесь можно просто нитку вытянуть но так как я не люблю тягать нитки туда-сюда я возьму иголку сразу потому что иголка нам понадобится беру иголку и вот в эту петельку прохожу колкой теперь смотрите вот у нас ушка вот у нас центр ушка и мы 12 ряда отступаем вверх и возвращаемся в начало и чуть-чуть назад начало и чуть-чуть назад чуть-чуть там по петельки отступили вот таким вот образом проводим нитку смотрим чтоб она не запуталась у нас аккуратненько подтягиваем первый ряд ушка готов далее мы иголочку оставляем на нитке потому что вязать мы будем крючком она нам не будет мешать снова выводим здесь воздушную петельку вот так вот и провязываем второй ряд провязываем 1 столбик без накида прибавка один столбик без накида прибавка 1 столбик без накида прибавка и один столбик без накида смотрите мы плоховато здесь затянули ушка она у нас немножко здесь фалдит сейчас мы это исправим что мы для этого делаем снова вводим иголку в эту петельку в ту же точку вводим возвращаемся в начало ушка и хорошенько подтягиваем отступаем немножко в сторону возвращаемся в эту точку и подшиваем еще ушка если она у вас где-то оттопыренная вот такая симпатичная морщика у нас получилось с головой мы в принципе закончили нам осталось сделать только белочки для глаз но я это сделаю после того как полностью соберу всю игрушку думаю что вы сделаете точно так же потому что когда мы будем затягивать подтягивать игрушку у нас получится что мы можем деформировать мордочку мы потом снова вылепим поправим все сделаем что нам дальше делать дальше мы собираем нитяным креплением полностью игрушку если у вас вдруг здесь осталась короткая кипка вот это которые мы делали утяжку и пришивали глаза если она осталась короткая то тогда возьмите снова двойную нить зубную зафиксируйте на туловище и у вас получится точно такая же деталь получается нам нужно зафиксировать двойную нить или на голове или на туловище почему я вам говорю зафиксировать на туловище потому что за счет утяжек у нас шея смотрите она ушла внутрь туда видите там такая получилась у нас вогнутая ямка и здесь сейчас зафиксировать нить очень тяжело а вот здесь вот у нас все выпукло и здесь легко можно вот так вот продеть и зафиксировать ниточку возле вот это вот кольца амигроме либо если вы делали 2 2 воздушные петли и в первую провязывали так у нас нитка выходит из центра шеи теперь мы вводим ниточку в центр здесь и выходим где-нибудь у основания но старайтесь выйти между столбиками без накида потому что если вы выйдете в столбик без накида то назад вы вам очень сложно будет попасть в ту же точку так мы ниточку подтягиваем теперь что мы делаем дальше в ту же точку мы вводим иголку но направление мы меняем за счет наполнителя то есть у нас иголка идет где-нибудь наполнители в другом направлении мы выходим если вы боитесь что направление наполнителя вы не поменяли то можете выйти не в центр колечко а где-нибудь сбоку проколоть это кольцо вытягиваем ниточку и вводим иголку в голове мы можем делать двумя путями либо в центр головы вот здесь вот выводить но здесь обязательно нужно попасть в центр вот макушки либо мы можем идти через ушки сейчас я вам наверно нарисую чтоб вам было более понятным значит вот у нас голова и вот уши и мы пришиваем тело сейчас покажу один способ крепления и второй способ крепления в первом способе крепления мы идем вот я сейчас прошла туловище вниз вернулась через туловище голову вверх обязательно только когда мы проходим обязательно между столбиками без накида чтобы у нас не получилось утяжка чтобы мы не усинули получается попу и вот здесь вот между ушек центр головы и возвращаемся например вниз в принципе здесь будет достаточно этого и ниточку как-нибудь здесь прячем второй способ можно сделать так вот мы от шеи идем через туловище либо через голову если вы крепили нить на туловище идем шею вот здесь вот точку делаем потом идем в середину в центр ушка здесь ниточка у нас выходит мы вводим ее вот сюда в точку там где ушка у нас вот здесь вот то есть она в центр иголочка вышла и сюда зашла потом мы идем вот к этому краю ушка здесь снова иголка выходит и мы возвращаемся вот так вот в центр ушка идем сюда и затягиваем если вы боитесь что этого мало снова возвращаемся вниз поднимаемся вверх и вот таким вот образом фиксируем так фиксируют делают когда делают мишек тэдди я делаю по-разному так я наверное сделаю все-таки в центр попробую надеюсь что у меня все получится здесь я подтягиваю ниточки поправляю чтобы пузико у нас было спереди придерживая сейчас натянула и назад я хочу вернуться попробовать сразу через туловище и голову если у меня получится так это у меня тут иголка выходит в палец я люблю себя еще пальца проколоть обязательно я придавила мишку стол вот у меня иголочка тут вылезла кончик я ее вытягиваю теперь у меня здесь образовалась петелька такая одну петельку я тяну у меня подтягивается туловище я делаю подтягиваю хорошо чтобы ниточки не болтались придерживаю теперь вытягиваю иголку и подтягиваю туловище смотрите у меня голова не утянулась если бы я здесь попала захватила какой-нибудь ниточку то здесь получилось бы вот такая вот утяжка ну нам этого делать не надо все теперь фиксируем нитку я фиксирую без узлов можно конечно где-нибудь узелок делать я не хочу делать вы хорошенько подтягиваю там не просто провожу внутри а еще наполнитель подтягиваю путаю ниточку внутри много-много-много раз потому что здесь у нас утяжка все-таки было вернее не ценное крепление чтобы голова у нас со временем не болталась не оторвалась смотрите голова у нас плотненько держится я когда растягиваю меня голова в принципе я могу там посмотреть что но прям нужно приложить усилия чуть ли не порвать заготовку далее мы пришиваем ручки и ножки можно для начала пришить ножки для этого я воспользуюсь булавочками я все-таки хочу очень сделать немножко косолапого мишку если получится не всегда у меня получается вот как задумала чтобы также получилось пробую так чтобы сделать немножко косолапого ну допустим так теперь что мы делаем вот мы приблизительно поставили ножки теперь немножко вот так вот разводим и проверяем симметрию у нас должна быть симметрично иголки быть относительно вот так вот одинаково потом мы поворачиваем и смотрим видите одна иголка выше другая ниже мне на том же уровне нужно передвинуть или одну иголочку вперед или другую назад вот на том же уровне снова проверяем чтобы здесь было симметрично и еще я подтягиваю вот так вот иголочки сажу мишку можно посадить его на стол он пока что плохо сидит потому что у него нет хвоста хвост мы сейчас ему сделаем но я смотрю чтобы когда его сажу чтобы бедра и лапки были на внизу из и вижу что у меня нет будет нормально здесь немножко утянется папа провиснет и он сядет то есть когда мишка вы будете его садить не должно быть так что у него идет бедро потом папа очень высоко и потом следующее бедро ну то есть расстояние между когда он сидит он должен сидеть на попе в общем они на бедрах у него должны касаться и бедра и попа стола берем достаточно длинную ниточку для пришивания лапок я беру толстую иголочку теперь я вынимаю вот так вот немножко иголочку одну беру еще одну булавочку и вот там где у меня иголка стоит я эту булавку ввожу достаю теперь лапу и я знаю куда мне нужно будет вести иголку теперь мы работаем с лапой что мы делаем мы берем ниточку и вот там где у нас острие он то есть будет к телу уйти я провожу иголку вот таким вот образом то есть через несколько у меня тут наверно три столбика без накида булавочку я убираю теперь у меня лапка если мы уберем иголку висит но вот этой нитки вот так вот теперь мы эту ниточку вот так вот складываем и нам нужно все четыре ниточки засунуть в иголочку вот так вот коротковатую нитку я отрезала сейчас не очень удобно будет работать теперь я беру ввожу иголку там где у нас булавка с этой стороны булавочку убираю аккуратненько пододвигаю вот эту вот ножку сторону вывожу иголку с другой стороны там где у нас идет булавка убираю лапку и подтягиваю аккуратненько смотрю чтобы у меня тут ничего не перекрутилась лапка ровненько легла все подтянуло немного теперь мне нужно две ниточки с иголки достать это либо петелька идет или две ниточки так теперь я разделяю вот так вот нитки эти подтягиваю и теперь мы должны одеть на вот эту вот нитку заднюю лапку задней стороны точно также где-то через три столбика я вот не запомнила на каком уровне я делала на том же уровне делаем поднимаю булавочку и у меня получается что конструкция выглядит вот таким вот образом то есть у меня здесь ниточка она идет через туловище и держит эту ножку а на этой ниточке еще и 2 ножка теперь я беру делаю узелок и хорошенько хорошенько подтягиваю плюс ниточки зубной то что она не рвется это раз а во вторых она не очень скользкая значит когда я сверху буду завязывать узелок она чуть-чуть распустится но не очень сильно ну и завяжу еще один узелочек на всякий пожарный теперь беру вдеваю эти ниточки снова в иголочку нахожу место откуда эти ниточки выходили вывожу куда-нибудь в сторону нитки короткие и снимается это плохо лучше длиннее нитки подтягиваю чтобы узелок ушел внутрь смотрю нравится ли мне такие ножки и теперь мне надо спрятать вот эти вот ниточки так как они короткие я буду их взевать таким образом сейчас я обрежу здесь сделаю чтоб они ровно были и еще раз выведу так вот отрезаем ну что ж наш мишка обзавелся лапками нижними теперь когда мы его садим проверяем он должен сидеть он даже без хвостика сидит вообще удачно сделал ножки тоже сколько я мишек уже сделала вот например у этого мишки ноги в растопырку он а здесь вот ножки вместе этот мишка будет очень классный намного лучше чем этот хотя это тоже симпатичный давайте мы сейчас сделаем хвостик значит как мы делаем хвост мы берем крючок который от меня куда-то спрятался находим где у нас получается спинка центр спинки и достаточно низко мы делаем хвост потому что он не должен здесь быть не сверху ни внизу не мешать должен мишки сидеть он должен будет подпирать тело мишки чтобы мишка не упал вожу вот так вот крючок по центру вот у меня линия и вот эта вот линия центральная идет вот через эти петельки захватываю рабочую нить и вот у меня здесь образовалась видите такая петелька вот она и вот под эту петельку я провязываю шесть столбиков без накида 1 2 3 ты или и у меня очень короткая нитка опять 6 я у этого мишки сделаю маленький хвостик если вы хотите сделать мишки больше хвостик то тогда вам нужно сделать по схеме как мы вязали ушка то есть провести иголку снова в начало вязания и поверх этих шести столбиков без накида еще провязать 6 столбиков без накида если вы хотите хвостик пришивать то схему для хвостика вы можете использовать следующая в кольцо амигуруми провязать 6 столбиков без накида в следующем ряду сделать три прибавки то есть провязать столбик без накида прибавка столбик без накида прибавка столбик без накида прибавка получится у вас 9 и провязать еще 9 столбиков без накида и этот хвостик уже потом пришить я сделаю мишки совсем маленький хвостик здесь вот я делала два ряда провязывала по 6 столбиков без накида то есть я его не пришивала максимально то что можно конечно игрушки вырезать я стараюсь вырезать давай же последний раз хочу тебя спрятать чтобы ты хорошо держалась и вот это вот отрезаем теперь нам нужно пришить ручки осталось совсем чуть-чуть совсем немножко так иголочка у нас есть смотрим какая у нас ручка плава правая какая левая и смотрите мы не должны располагать уж уж руки вот здесь вот иначе он такой будет с руками под головой нам нужно обязательно оставить шею и спустите руки пониже вот таким вот образом делаем это над ножкой закрепляем булавочкой так вот таким вот образом или можно делать как мы ножку делали вот так вот прокалываем закрепляем точно также проверяем симметрию чтобы у нас было вот здесь одинаково на спинке можно проверить и я вот смотрю что какая-то лапа у меня чуть дальше снова вот так то есть я ее кручу и проверяю симметрию можно подойти к зеркалу проверить симметрию вот такой путь и сквозь никакой для мне терпится пришиваем ручки точно также если вы боитесь делать нитяное крепление или у вас не получается игрушки у которых статичные ручки и ножки тоже существует и это тоже хорошо и красиво и очень классно поэтому вы можете просто пришить голову вы можете просто пришить ножки и ручки чтобы они не крутились вы можете сделать пуговичное крепление если вы умеете либо делать пуговичное крепление на бусине то крепление которое у вас получается то можете использовать но если вы хотите что-то новое изучить что-то сделать по-новому либо вы умеете как-то делать нитяное крепление по-другому то тогда пожалуйста вы можете делать нитяное крепление по-другому есть нитяное крепление когда мы сейчас я еще немножко порисую вот смотрите . . вот вот у нас мишка вот лапки и когда мы делаем следующим образом не ценное крепление вот у нас мы берем длинную ниточку она у нас идет вот здесь вот входит в голову через уши вот здесь вот . выходит заходит опять в голову идет здесь выходит и заходит возвращается сюда и потом мы крепим лапушки вот таким образом идем сюда вторую лапку крепим идем сюда крепим ручку потом идем сюда крепим вторую ручку и выходим через шею вот в эту вот сюда вот затем мы здесь завязываем узелок и стягиваем и за счет этого у нас вот это вот лапа она подтягивается голове это лапа подтягивается наоборот вниз за счет того что у нас вот здесь вот крепление лапы было и получается перекос игрушки да такое крепление может быть но я не умею делать но если вы умеете такое крепление делать так круто вам повезло поэтому я креплю все детали отдельно они у меня идут голова с телом скреплена и лапки с лапками скреплены вот я не делаю перекрестные такие крепления потому что я бы пробовала сделать в некоторых игрушках но заметила что вот идет такая вот проблема перекос идет перекос одна лапа уходит вверх другая вниз поэтому я вот решила делать так как у меня получается что-то у нас тут не вышло так подтягиваем одну лапку и обязательно проверяйте на каком уровне вы делаете вот эту вот линию здесь если в самом верху то тоже должно быть симметрично одинаково на двух лапах чтобы не было у вас что одна лапа и длиннее 2 короче из-за этого получится так и смотрите чтобы ниточки не перекручивались чтобы все у нас получилось хорошо подтягиваем и за счет того что мы вот лапку набивали немножко то у нас получаются такие плечики и эти плечики дают ширину спины добавляют поэтому шея у нас такая достаточно длинная когда мы тело вязали вы возможно испугались что у вас тело получится очень такое непонятной формы вот но в конечном итоге когда мы присоединяем ручки она становится очень классным так теперь нам нужно ввести иголку там где у нас выходят ниточки для того чтобы узелок который мы завязали чтобы он спрятался внутрь игрушки чтобы когда кто-то будет лапу отрывать он этого узелка не нашел вообще эти игрушки они не предназначены для детей вот которые я вижу конечно для детей лучше взять игрушки которые будут цель навязанные то есть ручки вывязываются из тела ой ножки вывязываются из тела ручки привязываются к телу идет сразу голова шея то есть они как она не не пришивается не крепится цель навязанные игрушки для детей очень хорошо подходит эти игрушки они более такого сувенирного вида хотя дети которым старше пять лет если они хорошо играют с игрушками не ломают то например у моих детей сколько я делала игрушек на не ценным на не ценном крепление ни одна игрушка еще у нее лапы не оторвались поэтому если вы все так будете делать как я вам показываю то это достаточно крепкая получается игрушка можно и деткам дать но маленьким очень деткам не давайте потому что ну это и шерсть во первых чтобы дети не брали бротик такую игрушку можно использовать для фотосессии какой-нибудь так я сейчас завязала взяла ниточку ирис от виты вот такую вот завязала узелок на одном кончике и теперь хочу сделать белочки белочки вывожу возле глаза старательно стараемся не цеплять века теперь нам этот узелок надо спрятать внутри головы и здесь сделать белок так не надо вывести между столбиками без накида теперь ногтиком мы помогаем укладываем ниточку аккуратно если ниточка уходит под глаз или она наоборот вверху вы не можете вот так вот зафиксировать то можно иголочка взять чуть-чуть клея супер момент секундный я использую гель супер момент и подклеить чуть-чуть ну то есть потыкать это иголочкой там где у нас белая ниточка потыкать в разные стороны стараемся сделать это все симметрично я достаточно высоко видите у меня иголка нитка вышла высоко и я иголку увожу тоже высоко потому что потом нитка ляжет и белок будет очень хорошего такого размера так ты его надо уложить аккуратно не хочет укладываться так ух ты какая ну давай же ты укладываться он соскальзывает вверх и не хочет тут фиксироваться так чуть-чуть помогу иголкой проверяю чтобы белочки были симметричны и этот белок очень сильно виден я его еще хочу втянуть вылазит и все все я его вдавила туда теперь мне надо аккуратненько чтобы я не сделала никакую утяжку спрятать эту хвост зацепился сделать закрепку всякое бывает игрушки иногда не получается с первого раза иногда ту игрушку которую ты делал уже десятки раз она не получается вот не выходит и все не то идет так ну что мишка у нас готов осталось ему повязать ленточку лента я буду использовать она по моему два с половиной сантиметра еще нам нужно будет зажигалка нужно так ленту я отрезала длиной скажу вам какой здесь где-то 41 сантиметр очки а ее переворачиваю на изнаночную сторону и по центру складываю вот так вот раз и вот так вот сложила беру этот участок прикладываю к шее завязываю узелочек и теперь аккуратно связываю бантик у меня всегда получается по разному я все хочу научиться красиво банты вязать так как на платьях есть так вяжут красиво так теперь я подтягиваю вот эти вот крылья и и затягиваю что симметрично все вроде так симпатично получается получается симпатично равняем здесь что все было аккуратненько бантик тоже не делаем абы как делаем все аккуратненько так слишком большой бант я не хочу делать теперь я обрезаю ленточку вот таким обжигаю края чтобы они не махились со второй страны ладно чтобы не поджечь нам полотно так все наш медвежонок готов вот такой вот он получился классный мордочку можно еще немножко подправить ему потому что мы когда вышивали все делали утяжки делали мордочку у него съехала вниз мы тут поправляем чтобы лобик сформировать поправляем ушки аккуратненько вот у нас получился вот такой вот малыш такой классный медвежонок как видите здесь мы сделали у него еще есть локтевой изгиб здесь просто прямые ручки плюс мордочку у этого мешки получается чуть больше чем если делать наряд ниже вы можете варьировать здесь я ножки сделала повыше и поэтому они торчат так в разные стороны здесь в мишке ножки внизу он в принципе хорошо сидит вот этот мишка тоже сидит но у него ноги так в разные стороны у этого мишки так ножки более собранные и я их сделала еще такой момент почему они в разные стороны смотрят потому что ближе к спинке я сделала если ноги делать по центру то он получается вот такой вот достаточно собранный идеальный мишка ну как мне кажется вот такие вот мишки вы можете связать по мастер-классу можно использовать в принципе любую пряжу к сожалению у меня сейчас нет на руках мишки которого я вязала из вид и ирис он получился 5 сантиметров такой маленький мишка вязать было достаточно сложно крючком номер 0 7 я вязала и делать там вот где мы постоянно делали убавки это делать сложно но можно вот я надеюсь что у вас по этому мастер-классу все получилось если у вас есть вопросы обязательно оставляйте их в комментарии я вам помогу если я ваш комментарий не увидела как-то не ответила то находите меня в соцсетях все есть в инфобоксе под видео вы можете писать мне там я с удовольствием отвечу на ваши вопросы делитесь вашими работами мне это очень приятно мне очень нравится ваши работы по моим мастер-классом это очень здорово поэтому не жадничайте делитесь ну а на этом я хочу сказать вам большое спасибо поставьте пожалуйста лайк этому видео и мы увидимся с вами очень скоро подписывайтесь обязательно на канал смотрите мастер-классы смотрите влоги во влогах очень много всего интересного я рассказываю разные проблемы с которыми сталкиваюсь и как я их решаю когда у меня не получается игрушка и как я нахожу выход из этого положения чтобы быть в курсе как развивается мое творчество подписывайтесь смотрите видео и мы встретимся с вами очень скоро до новых встреч пока пока